Знакомьтесь, это жительница Поволжья. Ей 11 тысяч лет, а ее останки древнейшие из обнаруженных на территории Самарского региона. Сегодня узнать, как выглядела дама каменного века, помогают современные технологии. 3D-сканирование и компьютерная реконструкция лица по черепу. Именно образом древних людей посвящена выставка «Лицом к лицу». Эту выставку делали совместно с Институтом антропологии Российской академии наук московским. Нам приятно поработать с такой институцией. Они, например, с Пушкинским музеем недавно делали про мумии выставку, а сейчас они здесь для Самары нам помогли восстановить вот этот облик наших предков, волжан, можно сказать, первых. На выставке представлены также предметы, которые окружали человека в разные века и формировали его быт. Здесь и каменное оружие, и металлические украшения, а еще древние вазы, детские игрушки и многое другое. Первые колесные повозки появились в Поволжских степях около 5000 лет назад. На выставке посетителям предлагают ответить на вопрос, что же жители бронзового века делали для того, чтобы они не скрипели и легко вращались. Правильный ответ – дюготь. Ведь именно им древние жители Поволжья смазывали деревянные колеса, и именно этот запах был самым распространенным в бронзовом веке. Эта экспозиция также повествует о временах Золотой Орды, образовании первых городов на территории нашего региона, становлении советской власти и дне сегодняшнем. Выставка завершается разделом «Человеком XXI века». И здесь, конечно, надо задуматься, а что же мы оставим после себя. Ну, конечно, в век высоких технологий много что может остаться, но что останется после нас в земле, что останется от нашей цивилизации, вот мы должны задуматься. Поэтому мы даже приглашаем посетителей принести те вещи, которые бы они хотели увидеть среди тех предметов, которые найдут археологи будущего. Это первая выставка, которая открылась в областном археологическом центре, филиале музея имени Алабина. Благодаря нацпроекту «Культура» центр оснащен тремя десятками мобильных выставочных стендов с системой подвесов, индивидуальным освещением, витринами и подиумами. Я хочу сказать, что, конечно, открытие такого центра – это и некий такой музейный комплекс, но это в то же время еще такая большая научно-просветительская работа. Работа по сохранению, обработке, изучению археологических коллекций, потому что наш музей является еще центром-хранителем различных коллекций, которые сейчас появляются в результате научно-исследовательских работ и экспедиций в целом в Поволжье. Следующая выставка в областном археологическом центре откроется в октябре. Она будет называться «Мокрая археология» и расскажет о ценных находках, завлеченных из влажного грунта, тканях, дереве и кожи. Екатерина Кузина, Сергей Костин, Новости губернии.